Их нет и не получается у них... Вот потеря мяча, грубая потеря мяча. И Джаймс, он потерял мяч и красивый быстрый прорыв Элис после передачи Тони Беннета завершил. Вот чего не хватает нашим ребятам еще. Вот он мог бы положить мяч просто без риска, никто ему не мешал. Но он выбрыгивает, дает много сил и гвоздит его сверху, потому что это нравится публике. Потому что они всегда понимают, что они артисты. И на них смотрят миллионы людей по телевидению, глядя и тысячи людей в залах. Наши пока не думают об этом как следует. А это очень важно. Подтверждение твоих слов, аудитория там взорвалась. И до сих пор шарлотский колизеум от восторга. И аплодирует стоя и кричит. Вот посмотрите, один из болельщиков. Кстати, Шарлотт по итогам последних четырех сезонов вторая по посещаемости команда в Национальной баскетбольной ассоциации уступает только Миннесоте. Там, правда, дворец побольше на пять тысяч. Ну, в принципе, все залы переполнены. Насколько я сейчас смотрел, в Штатах матчей почти нет места. Билеты раскупаются на целый сезон, покупаются вперед и по спекулятивным ценам перепродают. И вот это повтор этого момента. Смотрите, как сверху забивает. Классно. В общем-то, у нас тоже сейчас все ребята в России умеют забивать сверху. Но этим надо пользоваться в каждом удобном, в каждом возможном случае. Скотт Баррелл, новичок, на которого хочу обратить ваше внимание. Новичок команды Шарлотт Хорнес на линии штрафного броска. 203 сантиметра, 21 год. Такого нападающего у Шарлотта еще не было. И вот тренер Алан Бристалл надеется, что сочетание мощи Лэри Джонсона и техничности и прыгучести Скотта Баррелла даст преимущество передней линии его команды на протяжении ближайших 5-5 лет. Посмотрим, как уплатится эта задумка. А пока идет последняя минута. Третий четвертый матча. Скотт Баррелл перехватил мяч. Попридержать бы скорость, подержать мяч до... Да, Тони Беннетт увидел, что истекает время отпущенное на третий четверть. И началась позиционная атака у Шарлотт Хорнеса. Беннетт обыгрывает Майерса. Майерс со спины накрыл этот бросок. 5 секунд осталось, успеет бросить. Да, успевает бросить. Это по-моему, Астрон. Со своей точки он любит из угла бросать, но промахнулся. И так закончилась третья четверть. Подсократили разрыв счетов в Чикакце. Хотя играли очень неровно. Нам сейчас зажгут с каким счетом. КОНЕЦ КОНЕЦ И посмотрите еще раз рубрику «Быстрый прорыв. Фастбрейк», которая посвящена защитнику Чикакца в Бидже-Армстронгу. Четвертый сезон Бидже-Армстронг проводит национальные баскетбольные ассоциации. В первых трех он стал чемпионом НБА в составе своей команды. И если, начиная в 1991 году, его основным игроком никак нельзя было назвать, то уже в прошлом сезоне, особенно в пеналах, Бидже-Армстронг своей взвешенной результативной игрой очень помог команде. Его снайперские качества позволяют ему второй сезон подряд занимать первое место по проценту реализации трехочковых бросков во всей лиге в НБА. Ну а скорость, скорости ему не занимает. Джон Бах, второй тренер, один из помощников Пилла Джексона, говорит о том, что работать с Бидже-Армстронгом на тренировках и в играх на одно удовольствие. Очень дисциплинированный игрок. И главное, что его темперамент не мешает ему оставаться спокойным в самых напряженных моментах игры. Как ты относишься к этому защитнику? Мне он очень нравится. Он стойкий, дисциплинированный, правильно ты сказал. И у него преобладает командная игра над индивидуальной. Он очень командный игрок. Я люблю таких игроков. Он берет инициативу на себя, когда нужно. Но, тем не менее, если есть кто-то в лучшей позиции, тут же следует передача. Я хотел сказать, вот сейчас показали тренера Бака. Мне хочется сказать, что вот в Америке триумвират тренеров имеет большое значение. Особенно у Джексона. У него очень сильные помощники. Бак, например, был вторым тренером олимпийской команды. Я его довольно давно и хорошо знаю. И у них распределены обязанности. Бак отвечает за нападение. Второй еще тренер. Текс Уинтерс. Отвечает за защиту. И они даже в минутном перерыве успевают поговорить. Перед тем, как Джексон дает указания команде. Я уж не говорю о том, что между таймами каждый выполняет свою функцию. Каждый о своей деятельности докладывает команде. Хорошую передачу отдал сейчас Стив Керк Кукачу под кольцо. 80-72. В самом начале четвертой четверти. Разрыв 8 очков. Я думаю, что если чикагцы соберутся, у них есть шансы выиграть. Все-таки ослаблено у Шарлотта в передней линии. Но это Херси Хокин завершил свой проход. Нельзя этому игроку давать набирать скорость. Потому что он в безопорном положении. Очень хорошо реализует. Мягкий очень бросок у него. Вот, обрати внимание. Даже в NBA, где судьи, профессионалы. И вне зависимости от возраста. Если хорошо судит судье, он может и после 50 лет судить. Но игроки все-таки класснее, чем эти профессиональные судьи. Где они часто падают, подставляются, так, как сейчас было. Обманывают судей. А у нас в судействе дела, в общем-то, вот тот матч, который мы с тобой смотрели, ЦСКА, Динамо. Он был испорчен арбитрами. И кончилось тем, что, в общем-то, была драка. Хотя у них тоже часто дерутся. Но это несколько по-другому все. Мне думается, что вопрос судейства – это серьезный вопрос. Кстати, мне хотелось сказать несколько добрых слов от ЦСКА. Команда Стаса Еремина. И сам Еремин достиг, в общем, больших успехов как тренер. Это был когда-то очень сильный, хороший игрок. И мне думается, что перспектива у него большая стать вообще великим тренером. Вот нам показывают еще одного тренера. Ты сказала, Ереминя. А нам показывают Алана Бристова. Они, кстати, ровесники. Судьба схожая. Алана Бристова в НБА был разыгрывающим защитником. 8 лет игрового опыта у него за спиной. Теперь уже 3 года старшим тренером. А Дэвилл Карри продолжает поражать кольцо соперников с любой дистанции. 14 очков преимущества. Хозяев поля. И Фил Джексон вынужден взять тайм-майл. В общем, играет Чикаго сегодня не здорово. Особенно мне не нравится, как они защищаются. Все время попадают шарлотские ребята издали. И тем не менее, никак не могут. Вот Кукач пошел сам. Какие хорошие повороты. Большими длинными шагами он с разворотом оставил защитника за собой. Сзади. Беннетт мог бросать сам. Но вот чувствуют игроки Шарлота, что идут броски у Хокинса и Карри. И стараются играть через них. Вообще, простота вот это решение проблемы в позиционном нападении. Когда у кого-то, как вот у Хокинса идет игра, он уже 18 очков набрал. Ну, сейчас вообще ему дали коридор. Открыли просто ворота. И он прошел туда. Никто не помогает. Ни центр. И сам защитник его пропустил. И я перехватил. Вновь Шкотт Баррелл на перехвате сыграл. Хорошая скорость у него. Да, это сильный игрок. Баррелл, в общем-то, хорош. Это с учетом того, что в первой четверти он получил травму. Небольшое растяжение голеностопа. Баррелл вернулся. Вот в третьей четверти вновь вышел на площадку. Молодец. Несколько необычный состав у чикагцев. Сейчас в роли центрового выступает Стейси Кинг. По 21 номерам Кукач. Джоджо Инглиш по 3 номерам на площадке. Стив Керр. Кукач, по-моему, под 7-й, молодец. Он там ушел, Кукач. Да, Кукач под 7-м номер играет. По 3-м номерам Джоджо Инглиш. Его заменили. Вышел на площадку. Восьмой номер появился Дэйв Джонсон. Еще один новичок команды Чикаго Булл. Сразу завершил атаку броском из-под кольца. Все-таки 14 очков. Большая разница в счете на последней четверти. Да, это для последней четверти много. Я думаю, что все-таки Чикаго не достанет. И нет эмоций. Нет страсти такой, чтобы они показывали, что они хотят победить. И Джексона что-то не видно. Кассивно он сегодня себя ведет. Чем вот обратил ты внимание, как американские тренеры ведут себя во время игры. Каждый по-разному. Каждый по-разному. Но обычно, даже при неудачах, когда их игроки ошибаются, они все равно хлопают. Аплодируют. Я в прошлом году спросил про Телло. Он меня интервировал по телевидению. Что вы все хлопаете, когда ошибка идет. Он говорит, а мы поддерживаем игрока, чтобы он не терялся даже при неудаче. Ну, я так посмотрел, что великие тренеры в Америке не аплодируют. Ни Патралий, ни Нельсон, ни Джексон. Они, в общем, при ошибках не аплодируют. Ох, какая передача. Изумительную передачу Херси Хокинсу отдал Скотт Боррелл. Для нападающего первогодки. Очень хорошие показатели у него по игре. Видит, читает игру здорово. Есть кого хвалить и в отсутствие Алонса Морнинга и Эри Джонсона в Шарлотте. Разгоняется Тони Беннетт. Но быстрый прорыв не получился. Трое на трое. И Боррелл еще за трехочковой линии попал. Вот отрезок играет. Да, сегодня их день. Шарлотта, в общем, без промаха бьет. И так попадают издалека блестяще. Я думаю, что уже недостатчик. Да, еще три очка и будет двадцатник разница. Нарушили правила на... По-моему, на Джонсоне. Это Лерон Элис получил пол. Порадовали своих болельщиков. Напомню, что неделю... Вот мы смотрим игру, которая проходила 30 декабря. А 22 декабря эти же команды встречались в Чикаго. И Чикаго победила с разницей в 11 очков. Так что реванш состоялся очень быстро. Эти две команды играют в одном дивизионе, в центральном. И идут впритык одна за другой. Уступая три и четыре игры лидеру дивизиона Атланти. Но после игры мы увидим положение в дивизионах таблицы. Был Джонсон на линии штрафного броска. Первый точно. Но я первый раз этого игрока вижу в составе чикагцев. Он мало играл. Но сегодня, видимо, Джексон уже решил, что игра проиграна. И ничего не сделать. Поэтому он дает глубоким запасным игрокам все-таки немножко поиграть, чтобы они себя почувствовали для будущего. Я думаю, что он смирился с поражением. И судя по тому, как он сидит и как сникли его помощники, уже матч они сдались сегодня. Хотя мне кажется, что тренер должен сдаваться последним. Так, во всяком случае, я всегда поступал. Но тут большая разница. И, видимо, уже ничего не сделать. Давай отвлечемся еще, пока есть пауза. Я хотел тебе задать еще один вопрос по поводу приближающегося чемпионата мира в Канаде. Как ты оцениваешь работу Нельсона и отобранных игроков американских? Ну, ты знаешь, что Томаса взял Нельсон после того, как его Хардвей был травмирован. И мне кажется, что Нельсон вообще один из лучших тренеров. Он популярный человек в Америке. Кроме того, что он хороший тренер, он еще и частично владеет этой командой Golden State. И это дает ему право, в общем-то, вести себя более уверенно. Но мне думается, что шансы, конечно, команды NBA, которая будет выступать в Канадском чемпионате мира, так же высоки, как они были на последней Олимпиаде в Барселоне. Мне кажется, что нет сейчас команд, которые бы смогли противопостоять им. Хотя наша команда, которую сейчас тренирует Сергей Белов, и европейские команды, канадская команда, будут выглядеть неплохо, но борьба будет идти, конечно, за второе и третье место. Интересно будет посмотреть, если, конечно, наше телевидение решится на трансляции с Канадой, посмотреть за ходом борьбы летом 1994 года среди 12 сильнейших команд мира. Это вот Стив Керр, который бросает сейчас штрафные броски. Он в отдельных матчах показывал поразительную точность в бросках, которые я смотрел в Штатах. Это тоже новичок команды первый сезон, но точность у него очень хорошая и хладнокровная рука у него. Бросает он хорошо. Борел в проходе, чуть-чуть паузы себе не позволил на пике прыжка, поэтому промахнулся. Это Кукач левой рукой забил издали. Больше шести минут, и, в общем, пока никак не меняется ситуация на площадке. Да, ну, после такого рывка в начале четверти просто идет обмен атаками приблизительно одинаковое. Ах, какой проход Пиппин сейчас сделал. Вот умеют американцы затянуться в воздухе и ждать, пока противник опустится. Вот Пиппин один из тех, кто висит хорошо. Легкий, сухой, хорошая скорость. Стартовая скорость у Пиппина просто замечательная. И ускоряется. Знаешь, вот он ведет мяч, как будто бы на пределе. И когда нужно, он еще добавляет скорость.